Около 70% жилищного фонда в поселке Искатели считается ветхи. Многие дома нуждаются в срочном капитальном ремонте. Один из них – Россихина 5. Последние 7 лет у дома протекает крыша. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Это официально подтверждено управляющей компанией, которая обслуживает данный дом. Но вот местная администрация ремонтировать крышу отказалась. Почему? Выясняла наша съемочная группа. Мы проснулись от того, что сильно пахла штукатурка, и все это капало здесь. Даже не капало, а текло. Квартиру Ирины Прокопенко затопила в одну из февральских ночей. На улице резко потеплело, и на крыше начал таять снег. В результате вода буквально лилась на головы. Соседи на нас жалобу написали, мы ничего не могли доказать. Ни в суде, нигде. Хорошо, бог судья всем. Но вот, пожалуйста, здесь идет проводка, и здесь вот это все постоянно, как только там начинает таять, начинает с февраля все течет. Эту полиэтиленовую пленку желтого цвета здесь расстелили хозяева квартиры, что под нами. Она хоть как-то сдерживает воду, которая просачивается через эту крышу. Визуально, конечно, не скажешь, что в ней есть трещины, но даже при незначительном дожде конструкция не выдерживает натиска стихии. Желтые пятна на штукатурке теперь повсюду. Люди на готове держат вот такие пластиковые тазы. Видно, что он уже неоднократно принимал удар стихии. О своей проблеме жильцы дома, конечно же, писали и управляющую компанию, в местную администрацию безрезультатно. Нам поступают в основном одни отказы, отписки. Это письмо в прошлом году в адрес управляющей компании, которая обслуживает Россихина 5, подготовила администрация Искателей. Документ за подписью замглавы поселка Николая Литвина. Администрация МО «Городское поселение рабочий поселок Искатели», рассмотрев акт обследования кровли многоквартирного дома номер 5 по улице Россихина, составленный специалистами МУП служба заказчика по ЖКУ поселка Искателей, а также руководствуясь результатами осмотра комиссии администрации, подтверждают необходимость замены кровли вышеуказанного многоквартирного дома. В связи с этим просим вас рассчитать сметную стоимость капитального ремонта кровли данного дома. Управляющая компания через несколько дней в администрацию направила сметный расчет и ведомость объемов работ на капитальный ремонт дома. Казалось бы, сейчас чиновники выделят деньги и крышу отремонтируют, но нет. Вот все тот же Литвин на входящем письме делает пометку. Ремонт крыши дома номер 5 по улице Россихина не планировался в 2014 году отложить. Директор управляющей компании не отрицает дом с проблемами, но помочь он ничем не может. Собираемых денег за обслуживание едва хватает на заработную плату работникам ЖЭО. Максимум, что сейчас делает служба заказчика, лишь на время запенивает щели в крыше. Но более мы не располагаем средствами, чтобы сделать капитальный ремонт этой крыши. Просто нет финансовых средств. Я уже сказал, что содержание 13 рублей 72 копейки – это ни в какие рамки, ни в какие обороты. Поговаривали о том, что ремонт крыши возможно сделать на средства, выделенные так называемым региональным оператором – организацией, которая от жильцов собирает деньги на капремонт многоквартирных домов. Но появился непредвиденный барьер. В фонде капитального ремонта сообщили, что данный дом может подлежать капитальному ремонту только через 15 лет. Но, к сожалению, мы видим, что крыша протекает настолько, что уже может случиться что-то более серьезное, например, пожар, потому что протечка уже доходит даже до щитка. Мы боимся, что через 15 лет нашему дому уже не понадобится капитальный ремонт. Крыша – не единственная в доме беда. А на первом этаже жалуются люди – холодные полы. Температура в квартирах напрямую зависит от температуры на улице. Очень сильно дует, при том, что у меня дверь хорошо утеплена, балконная. Все равно дует прямо вот отсюда, все везде, вот здесь все это дует. Батареи, кипяток, ничего не могу сказать, топление хорошее, но все везде. Вот, видите, это все дыры, это все щели. То есть впечатление, что просто так вот верхний каркас, внутри пусто. Решить проблему Надежды Колегаевой предложили самостоятельно, мол, вам же здесь жить. Я, допустим, финансово не в состоянии утеплять свой личный пол, ну, в своей квартире, потому что я ее брала в кредит, то есть, как бы, у всех же свои финансовые возможности. За свой счет жильцам предложили отремонтировать и крышу, но, посчитав, они прослезились на ремонт каждому. Общую копилку нужно отдать как минимум полмиллиона рублей. Олег Котанзейский, Александр Дуркин, Роман Делимарский, Телеканал Север.